Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале. Сегодня я снимаю разговорное видео, и хотелось бы поговорить с вами о проблемах хамства у работников, в задачи которых входит общение или какой-либо любой контакт с людьми. Будь то таксист, оператор, продавец, люди при этом контактируют и общаются. Я сталкивалась не раз с подобными ситуациями и даже снимала об этом видео. Мой молодой человек сталкивался, вы, я спрашиваю, у вас тоже не раз сталкивались, например, с хамством от учителей, таксистов, родовцов каких-либо. И я подготовила для вас действительно важные для меня истории, которыми поделились мои зрители. Мой молодой человек вообще истории, от которых я была в шоке, в основном они связаны с таксистами. Поэтому присаживайтесь поудобнее, мои дорогие, я уверена, что вы вынести какую-то пользу для себя, посмотрев этот ролик. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Я действительно была в шоке, узнав об этих историях и, не раздумывая, решила поделиться ими с вами. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что, не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. А также нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и не пропускать премьеры. Также в этом видео я спрятала для вас два эмодзи, новогодних эмодзи, и если вы их найдете, то ваша цель отправить мне их в директ в инстаграме. Ник вы сейчас видите на своих экранах, победители получают сигны, видеоприветики, я подписываюсь на ваши аккаунты и дофига всего другого. Обязательно досматривайте это видео до конца, а мы можем начинать. Странные истории с таксистами, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дом можно было дойти, как я вам сказала, за 5 минут, но чтобы доехать до дома, нужно было объезжать очень много всяких домов и мест, потому что прямой дороги до дома не было. Им пришлось ехать где-то минут 15, то есть дорога увеличилась. Вика, естественно, с собой каждый день таскала аппарат от Астмы, потому что мало ли что может произойти, и именно в такси ей приспичило им воспользоваться, потому что она себя начала чувствовать действительно плохо. Это как специальная такая пшикалка, которая обычно пшикает и одновременно ее нужно вдыхать. Естественно, Вика начала чувствовать себя не очень хорошо и воспользовалась этим аппаратом. На что этот многоуважаемый таксист начал ей грубить. Сначала он такой поворачивается на нее и говорит, а вы не обалдели тут курить? На что она ему показывает, типа, вот смотрите аппарат от Астмы, я не курю, вам показалось. Таксист даже не стал ее слушать и попросил выйти из машины. Он говорит, я вам не верю, вы только что курили, я видел дым, я чувствую то, что воняет всякими электронными или сигаретами. Начал наезжать на то, что он видел, как она курит, прям отчетливо видел. Она ему очередной раз говорит, довезите меня, пожалуйста, до дома, нам осталось ехать немного, будьте добры, пожалуйста, довезти меня. Это аппарат от Астмы, я болею Астмы, отстаньте от меня, пожалуйста. На что он начал ей хамить, типа, ты отбитая, тупая, ты ничего не понимаешь, думаешь, действительно таксистов так легко обмануть, я прекрасно видел, что ты курила, типа, вдохнула и выдохнула, не нужно меня обманывать, и прямо сейчас я останавливаю машину, ты должна выйти. Вика вообще в ахуе, ребят, стоит, не понимает, что происходит, какого фига вообще такие люди существуют, он останавливает машину и ни слова ей не говорит. То есть, типа, понятно, да, что она должна была сделать, типа, все, выходи из машины. Она сидит и говорит, извините, у меня нету никаких ни сигарет, ни электронных, во-первых, мне нельзя, во-вторых, я болею Астмой, будьте добры, пожалуйста, довезти меня до дома. Он просто молчит, остановил машину и даже не продолжает с ней разговаривать. Естественно, Вика минуты через две вышла из машины и даже не продолжала его слушать. Она была в полнейшем шоке от произошедшей ситуации, и как только она мне в директе поделилась этой историей, я поняла, что это просто трэш. Во-первых, естественно, она написала жалобу, его уволили, как ему сообщили администраторы или персонал, который с ней связывался, но мне кажется, его не уволили. А как вы считаете, ребята, пишите ниже в комментариях. Лично я вообще была в таком шоке, прочитав эту историю от Вики. Следующая история произошла с моей подругой, и она мне буквально позавчера позвонила и рассказала об этой истории, потому что прекрасно знать, что я блогер, что я люблю вещать на камеру, рассказывать какие-то истории. Так вот, ее мама послала в магазин после школы, эту подругу зовут Маша, и во время второго урока в школе, она сейчас в 10 классе, а я после 9 ушла, да, мы были раньше одноклассницами, ей позвонила мама и сказала, что ей сегодня нужно будет срочно уехать по делам, по работе. Естественно, Маша после уроков тоже решила вызвать такси, чтобы доехать до продуктового магазина и купить себе что-то перекусить, потому что мама ее приедет только на следующий день, во второй половине дня. И к ней приезжает водитель, она садится в машину и понимает, что там просто жутко воняет в салоне. Воняет настолько отвратительно, ребята, то ли беляшами, то ли каким-то перодежом или отрыжкой, я извиняюсь за такие подробности, но, во-первых, в такси все время должно приятно пахнуть, это раз. Два, Маша реально офигела от того, как там посло, еще, знаете, отдавал такой запашочек чесночный, прям, как будто бы этот таксист поел. Только что что-то с луком и чесноком, и она реально проехала две минуты, им осталось где-то, ну, минут 20 ехать, и она говорит, извините, у вас очень сильно пахнет в машине, не могли бы вы открыть окна? Нет, она не хотела выйти из машины, она не хотела грубить, она и не грубила. Она просто говорит, будьте добры, пожалуйста, открыть окна, у вас очень неприятный запах в машине. На что таксист даже не стал ее слушать, да, похожая ситуация на первую, которую я вам только что рассказывала, и он сказал, если вас что-то не устраивает, хотя я не чувствую никакого запаха, ну да, естественно, дорогой мой таксист, ты ездишь в этой машине целый день, ты привык к этому запаху, и ясен хер, что ты ничего не чувствуешь. Можете выйти из машины, как он сказал моей подруге Маше. Маша говорит, нет, я выходить из машины не буду, просто откройте мне окно, реально пасет в машине. Он не стал ее слушать, он говорит, на следующем повороте я останавливаю машину, естественно, деньги Маши никто не вернул, она просто вышла из этой машины, потому что таксист ее остановил и сказал, типа, выходите отсюда. Кстати, еще один момент я упустила, когда Маша сидела сзади, она говорит, я не буду выходить, довезите меня, пожалуйста, мне просто неприятно, окей, я потерплю этот запах. Просто я вам сказала, что у вас пахнет неприятно, я как бы ваш клиент, и вы должны меня довести до точки Б, от точки А, как бы. На что он просто выходит из машины и открывает ей дверь. Собственно, намекая ей на то, типа, проваливай отсюда, нахер ты тут мне не всралась, у меня дофига клиентов. Не устраивает запах, устроит другого клиента. Маша просто встает и уходит, говорит, всего вам доброго. Поддержки она написала, никто ей так и не ответил, как будто бы просто пропустили ее сообщение. Она была реально в шоке от этой ситуации, но если ее растягивать, там была куча много разных подробностей, то этот ролик может идти реально, ребят, ну минут 50, если не больше. Просто знаете, что таких таксистов очень много, и третья история, она просто шокирующая, ребят. Но отчасти смешная. В этой истории не виноват никакой таксист, потому что этой историей со мной как раз-таки поделился таксист, который меня вез до точки. Эта история не относится ни к хамству, ни к чему-то такому, она просто смешная, и я уверена, что вы посмеетесь вместе со мной. Однажды я ехала до телецентра Останкино, меня позвали на определенные съемки, и я столкнулась с действительно веселым таксистом. Я ехала на Комфорт Плюс, и он мне рассказал одну очень смешную историю, которая связана была с его клиентом, над которой я действительно угорала. И, блин, это так смешно, вы просто не представляете. Рассказывает мне, значит, этот таксист говорит, пришлось ему забирать какого-то чувака где-то лет 19 из клуба. Он был в щи пьяный, то есть он очень сильно напился, и в руках у него был действительно дорогой коньяк. Было видно, что он как бы... Было как бы видно, что он богатенький, но просто пьяный настолько, что, в принципе, он завалился в машину... Ой... Он завалился в машину, разложил сиденье, такой, здравствуйте, я вас рад видеть. А у таксиста не была показана точка B, то есть куда его нужно подвезти. И он спрашивает у него, говорит, куда вас везти-то, вы не указали точку, куда вас подвозить. Он говорит, да, едем прямо, просто прямо. Я такая, когда мне таксист расскажет, я думаю, боже мой... Бывают действительно люди, которые нажираются, и с ними смешно контактировать, но он прям даже еле как два слова мог связать. Он говорит, едем прямо. Прямо, хорошо, мы поедем прямо. В итоге они проезжают километра два тупо прямо, таксист поворачивается и видит, что он уснул. Куда его везти, он не знает, он ему сказал ехать прямо. Прямо больше дороги нет. Он его будет, говорит, ты меня извини, либо ты выходи из машины, потому что я не знаю, куда тебя везти. Ты засыпаешь, и тебя тошнит. Либо ты мне говори, куда тебя подвозить. На что он говорит, вот, сейчас поворачиваем и тоже едем прямо. Наверное, он просто хотел покататься на такси, я не знаю, но это было действительно смешно. И так это продолжалось где-то минут 20. Естественно, счетчик уже был большой, больше тысячи рублей. Они проехали так два круга. Естественно, таксист не понимал, что делать. Каждый раз его будил, каждый раз он просыпался и говорил, едем прямо. Таксист уже больше не собирался этого терпеть. Он говорит, пожалуйста, дай мне хотя бы телефон, я позвоню. Там не знаю кому-то из твоих родственников, кто знает твой адрес, потому что ты его сказать не в состоянии. Реально добрый таксист. И он говорит, нахер, разблокировал телефон. Таксист, естественно, говорит, ну, давай, типа, набери кому-нибудь, чтобы я мог с ними связаться. И они сказали адрес. Он набирает, короче, свою младшую сестру. Отвечает маленький ребенок такой, алло. Таксист говорит, здравствуйте, а вы кто? Я сестра, такой, знаете, ребенок где-то, ну, лет шести семи, у которого только появился телефон. И, естественно, таксист сбросил, потому что понял, что ответил ребенок. И там был подписан контакт, как младшая сестра. Я такая, боже мой. В итоге, ребятки, история закончилась тем, что он довез до определенной точки. В итоге его он резко вспомнил адрес. Во время этой дороги он несколько раз выходил. Первый раз он проблевался. Во второй раз он тупо открыл машину и сказал, мне надоел этот коньяк. И оставил его просто за дверью такси. И они поехали дальше. В итоге они доехали до адреса. Он жил достаточно далеко. Он сказал, ща я уйду, принесу деньги. Оказывается, там еще был наличный расчет. А у него не было денег. Он сказал, так, если ты сейчас, типа, зайдешь домой и не вынесешь мне деньги, то действительно, типа, тебе будет капец. Потому что я столько с тобой времени провел. И ты мне еще собираешься это не платить. Он сказал, ща я все вынесу. Прошло еще полчаса и слава богу, да. Он вынес деньги. Огромное спасибо. Я тогда была в шоке, какие пьяные люди бывают. И таксист говорит, что он уже не первому клиенту рассказывает эту историю. Я, естественно, потом за рассказ сказала ему спасибо. Сказала, что я блогер, поделюсь этой историей со своей аудиторией. Поставила ему пять звезд за поездку, потому что таксист реально был веселый. Вот. И от этой истории я реально была в шоке и очень долго смеялась. Ну и последняя история произошла со мной, как я говорила в начале видео, с моим молодым человеком. Мы тогда ехали вдвоем в такси. Да, самое сладенькое я оставляю на потом. И мы должны были доехать, по-моему, до торгового центра моего любимого. Это авиапарк, как я вам говорила не один раз. Ехали мы от моего дома. Мой молодой человек вызвал такси. Мы садимся и понимаем, что таксист, ну, супер веселый. Прям такой оптимист, что у него прям каждое дыхание клиента, это как отдельно родившийся его собственный ребенок. Типа, такое счастье, что просто не представляете. В итоге мы садимся. Он мне сделал тысячу комплиментов. Водителю было, ну, лет 30. Не было видно, что он такой, типа, прям уже... Ну, они сильно в возрасте. Не знаю, как это объяснить. В итоге он говорит. Ой, красавица, у вас такие красивые волосы, такие красивые глаза. А это кто рядом с вами сидит? Ваш парень? Я говорю, да, мой парень. Вы, пожалуйста, поаккуратнее со словами. Это раз, два, давайте так. Мне 16 лет. Мы очень долго угорали с Андреем, потому что отнеслись к этому с юмором. Сначала Андрей слушал, да, как он мне делает комплименты. Потом, когда я сказала свой возраст, он замолчал. Вот моя отговорка на ближайшие года 4, так точно. В итоге проезжаем мы где-то минут 5. И он такой, после долгого молчания, слушайте, а вам правда 16 лет? Я говорю, ну да, правда, как бы. Давайте вы нас довезете, мы не будем разговаривать. Он такой, я почувствовал, что у вас очень сладкие духи. Я как раз их продаю. У меня в багажнике находится много духов. Соль Чигабана, Луи Ветон. Всего за 5 тысяч я вам продам. Хотите, красавица? Вот духи как раз-таки похожи на ваши. И вам, молодой человек, могу продать. Я говорю, спасибо вам большое за такое предложение. Я, ну, в принципе, у таксиста, я духи покупать не собираюсь. На что он сказал, девушка, ну, пожалуйста, от вас вкусно пахнет. Давайте вы купите. Пожалуйста, я говорю. Нет, спасибо вам огромное. И все, уже начинаю молчать. Начинает разбираться Андрей с этой ситуацией. Он говорит, вы можете нас довезти, пожалуйста, до определенной точки. Я понимаю, что моя девушка красивая. Это раз. Я понимаю, что вы хотите продать ей духи, но у нее они есть. Не надо, спасибо. И тут он резко Андрея перебивает и говорит, а я еще продаю телефоны, у меня в багажнике лежат. Хотите купить? Это мой второй заработок. Я не знаю, ребят, можно ли так делать таксистом или нет, но у него реально в багажнике. Я вот так вот повернулась и увидела, что у него лежала куча духов, каких-то телефонов наподобие Samsung и так далее. То есть он их покупает где-то, наверное, на рынках и продает якобы дешевле или как-то. Я не стала в это вникать. Но я реально была в шоке после этой истории. Она действительно непонятная. И после того, как мы ему реально отказали, он молчал, ни слова не сказал. И потом, когда мы ему такие говорим, до свидания, типа, вы подняли на устроение. Он поворачивается на нас с таким грустным лицом и вот так вздыхает тяжело. Типа, блин, вы ничего не купили, вы меня отшили и так далее. Но видно было, что он реально расстроился. Я не знаю, мы виноваты или он виноват в этой истории. Но он нас реально ни капли не обидел, просто сделал комплименты. И начал говорить, что продает много всего интересного и все эти продукты лежат у него в багажнике. Напишите ниже в комментариях, мои дорогие, что вы думаете по поводу этой истории. И еще одна кратенькая история, быстренько ею с вами поделюсь. В этой истории нет вины таксиста. В итоге. В этой истории со мной поделился тоже мой таксист, который меня так довез до телецентра Останкино, который рассказывал про этого пьяного парня. Говорит, один раз ко мне в машину сели две девушки. И они были действительно такие подвыпившие, веселые. И они быстренько поменяли второй адрес на какой-то магазин. Этот таксист их довез до данного магазина, и они сказали, ждите. И эти девушки, доехав до магазина, так как у них еще стояла еще одна точка после магазина, уже до дома, они этому таксисту сказали, ждите, мы быстренько забежим в магазин. В итоге деньги тикают, их нет 15 минут, их нет 30 минут, их нет час, их нет уже час 15, таксист психанул и им звонит на номер. На что они ему говорят, сейчас, сейчас 5 минуточек, мы покупаем одну очень крутую шмотку, и сейчас к вам выйдем. В итоге выходят они еще через 15 минут, ну таксист, естественно, типа молчал, потому что деньги тикают, ему это идет только на пользу, подождать, ну как бы нет проблем. Он их ждал очень долгое время, они садятся, уже с пакетами шмоток, так сказать, затарились. Он их довозит до дома, и под конец они говорят, как так, вышло 2500 рублей, мы же тут рядом. И таксист говорит, так ничего, что я вас ждал как бы полтора часа, пока вы там по магазинам ходили. Они такие, ну вообще-то у нас так не раз было, и мы платили где-то рублей 300-200. И от этой истории я тоже очень долго угорала. Вот такая вот кратенькая история, и я очень жду, ребятки, ваших комментариев. Хочу сказать вам огромное спасибо за просмотр этого ролика. Некоторые истории, они были абсурдные, некоторые истории были веселые. Я надеюсь, что я как-то подняла вам настроение, я очень жду ваше мнение в комментариях. Как вы думаете по поводу истории с таксистами, которые считают нормальным выгонять своих клиентов из машины? Когда они просто попросили их либо открыть окно, либо воспользовались аппаратом от астмы? И как вам истории, которые веселые с пьяными девушками и с пьяным парнем? Если кнопочка подписаться под моим видео у вас до сих пор красного цвета, давайте вы ее превратите в серую с помощью магии, новогодней магии волшебства. Так, подписывайтесь на мой канал, и эта кнопочка должна у вас превратиться в серенькую. Я вас очень люблю, огромное вам спасибо за то, что вы досмотрели это видео до самого конца. С вами была Карина. Всем пока, будьте аккуратными. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok